Итак, давайте почитаем тринадцатую главу, текст двадцать седьмой. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы читаем двадцать шестой текст, тринадцатой главы, природа наслаждающейся и сознание. Некоторые же, не обладая духовным знанием, тем не менее, начинают поклоняться Богу, Верховной Личности, услышав о Нем от других. Благодаря своей склонности слушать авторитетных наставников, они также разрывают круг рождений и смертей. Сказанное в этом стихе в первую очередь относится к современному обществу, в котором люди практически лишены возможности получить духовное образование. Итак, это является фактом. Нито не знает даже базовых основ духовной жизни. Нито не знает разницы между материей и Богом. Категорически различны. Их невозможно смешать, перемешать. И мы не являемся телом, мы являемся душой. Если вы кого-то на улице спросите, они не знают, кто они такие. Если вы спросите кого-то на улице, они ответят, я белорус, я молодой, старый, я студент, и так далее. Но никто не скажет, что я духовная душа. И нет никакого образования, образовательных учреждений, чтобы их воспитать, образовать. Некоторые люди могут быть атеистами, агностиками, или философами, но в самом деле нет никакого знания о философии. Даже все, кто считает себя атеистами, агностиками, или философами, но по-настоящему не знают философии. Прабхад made comment on all these western philosophers. Прабхад давал комментарии на всю эту западную философию. Что называется spiritual dialektризм? Делетический спиритуализм. Один возградившийся академик, когда читал частично эту книгу, он сказал, просто Швакалпада всем по лицу надавал. Он прямо убил их. Это с его уст должно было выглядеть как оскорбление, но мы это восприняли как комплимент. Ни нет никакого знания о философии. Они пишут большие, огромные книги. Перед тем, как я пришел в сознание Кришны, будучи студентом, у нас был учитель философии. Он был достаточно известен, он писал собственные книги по философии. Он был достаточно молод, где-то в середине тридцати лет своих. И мне нравились его лекции, потому что он так живо их вел. Мы его несколько недель не видели, но потом обратно вернулся. У нас были дружеские отношения, и я спросил его, что же случилось с вами, чтобы вы отсутствовали. Он сказал, ой, я был болен. И потом мы еще немного поговорили, и он сказал, ты знаешь, вот пока я болел, я полностью изменил свою философию. И у них нет никакой философии, откровенно говоря. Потому что если у них есть какая-то идея, философия в голове, потом, под воздействием каких-то обстоятельств, она полностью меняется на димитрами. Просто умственная спекуляция. Но наша философия, она стабильная и существенная, потому что она нисходит сверху, с того, кто не может пасть. И мы можем поэтому говорить с полным авторитетом. Не то, что мы являемся самыми авторитетами, но мы представляем авторитет, этот авторитет Кришна. Вот наш авторитет, Шрила Прабхупада. А кто ваш авторитет? О, ну, понимаете, они становятся гуру сами себе. И если вы пойдете в библиотеку, вы увидите, как много книг по философии. Каждый становится философом. Никто не хочет быть просто студентом, учеником какого-то другого философа. А мы гордимся тем, что мы являемся учениками Шрила Прабхупады. Это наш ошейник, канцемалы. Мы их носим с гордостью. Мы счастливы, что мы являемся псами Шрила Прабхупады. Но мы не простые собаки. У нас есть доступ к чистому преданному. Лучше быть собакой в доме преданного, чем напыщенным браманом, который не верит в Бога. Но обыкновенные люди, если они достаточно благочестивы, могут обрести духовное знание в процессе слушания. Это вот, чем мы занимаемся. Хорошие души. Пришли сюда послушать. И мы можем прогрессировать, просто занимаясь слушанием. Это самое начало Шрила Прабхупады. И в Киртане тоже всегда мы повторяем и слушаем. Сначала мы слушаем, и потом в ответ поем. Этот метод очень важен. Когда Чейтанья, who preached кришна-consciousnessу в современном мире, gave great stress to hearing, because of the common man who simply hears from authoritative sources, he can progress. Especially, according to Lord Чейтанья, if he hears the transitive vibration, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama. Sorry. This body is... Этот Господь Чайтания, проповедовавший сознание Кришны в нашу эпоху, придавал ему огромное значение, ибо просто внимая авторитетным наставникам, обыкновенный человек может духовно совершенствоваться, особенно если он, как учил Господь Чайтания, слушает трансцендентные звуки мантры «Харе Кришна». Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Поэтому говорится, что каждый человек должен слушать тех, кто осознал свою духовную природу, и с течением времени ему откроется все. И вот здесь мы имеем возможность слушать из самореализовавшей себя души, от Шрила Прабхупада. В одной из частей Шримад Бхагаватам обсуждается Дитя Нарадамуни. И Прабхупада пишет, что Нарадамуни, он милостиво согласился появиться на странице Шримад Бхагавата. И Шрила Прабхупада согласился появиться в комментариях вот этой книги. Как много часов он провел, составляя эти комментарии. Каждый день, каждое утро в час ночи он начинал писать. Тот же предмет, но под различными углами зрения. Он пишет одно и то же, одно и то же. Предайтесь Кришне, предайтесь Кришну. Но он никогда не оставался писателем. Но он никогда не оставался писателем. Он обязательно начнет поклоняться Верховному Господу. Господь Чайтанья говорил, что в наш век человеку, стремящемуся осознать себя, не нужно менять свое положение. Однако он должен отказаться от попыток постичь Абсолютный Истинный, с помощью философских рассуждений научиться служить тем, кто уже постиг Верховного Господа. Вопросы какие-то есть пока? И вот это вот спекулятивное рассуждение, оно очень глубоко укоренилось. И Ишла Пропада продолжает и пишет, что он должен научиться служить тем, кто уже постиг Верховного Господа. Если человеку посчастливится найти прибежища у Чистого Преданного и услышать от него науки самосознания, то, идя по стопам своего Учителя, он сам со временем станет Чистым Преданным Господа. Пропада хотел создать тысячи Чистых Преданных, просто регулярно слушать и применять это знание в своей жизни. В этом стихе Кришна настоятельно рекомендует слушать авторитетных наставников, и это очень важно. Хотя обыкновенные люди зачастую не обладают способностями, с которыми наделены те, кто мнит себя философами, сферой, внимая авторитетному наставнику, даже такие люди могут освободиться из материального плена и вернуться домой к Богу. И просто читая книги, регулярно читая книги Швабрубады, вот такой прогресс мы можем совершать. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете их записывать, и потом, приходя на лекции, задавать эти вопросы учителям. Какие-то вопросы, комментарии? А что значит, ну, Будда Махарч сказал, что Кришна говорит, что мы должны предаться Кришне. А что значит, что мы должны предаться? То есть, рассмириться со своей судьбой или как-то действовать определенным образом? Нет, Швабрубада прямо здесь говорит, что вы должны просто служить тем слугам, которые знают истину. И здесь он пишет, что вы должны стать слугами того, кто постиг Верховного Господа. Вот такой процесс. Может, немного сложный. Как я однажды делал массаж Швабрубады. Я хотел с ним поехать, тогда, когда Швабрубада уедет из Лондона в Америку. И он всегда говорил, давай посмотрим, чего хочет Кришна. И он всегда говорил, давай посмотрим, чего хочет Кришна. Он открыл храм в Беркли, в штат Калифорния. И я однажды сказал, Швабрубада, если я не смогу с вами поехать, могу ли я поехать в Беркли, чтобы быть с Хамсадутой? И немедленно, прямо изнутри, Швабрубада разгневался. Я действительно разгневался. Только вдвоем мы были. И он сказал, ты брахмачари, и это не твоя обязанность жаловаться на то, какое твое служение. Это был хороший урок для меня. Я был удивлен. Я был до этого хиппи, и у меня было такое настроение, что мы просто здесь делаем то, что сами хотим. Но Бркли Парпупада очень быстро это прекратил. Это был хороший урок, и я старался после этого быть настолько лояльным, пришли к Бркли Парпупаде, насколько я мог. Это был 1969 год. И в 1971-м Швабрубада попросил меня принять Саньясу. И однажды был 76-й, но скорее всего 75-й год. Джи Би Си хотела, чтобы я взял под командование этот автобус Швиратва Дамадара. И они позвали меня, чтобы я с ними встретился. Я сказал, нет, я этого делать не буду, потому что у меня уже есть назначение Швиратва Дамадара. И следующее утро Мангаларати и слуга Швиратва Парупады постучал меня сзади по плечу. И Швиратва Парупада хочет видеть тебя в своей комнате. Я сказал, Мангаларати. Я думаю, Мангаларати же. Наверное, что-то серьезное. Швиратва Парупада, конечно, звал меня в свою комнату, но он никогда не был в этой комнате. И когда я зашел в комнату Швиратва Парупада, двое из трех членов комитета, председательствующего Джи Би Си были в комнате, и слуга Швиратва Парупада. И Швиратва Парупада своей рукой указал, как бы сделал асану и сказал, Вот, можешь сесть здесь. И я сел здесь. И он сказал, Вот он сейчас здесь, и вы можете прямо в лицо ему говорить. И они начали говорить, что вот, автобус Радхатамадар, он столько много книг распространен. И мы хотим, чтобы он поехал туда. И группа Крипа говорил, что мы в Японии так много денег собираем, и я не хочу, чтобы он там появлялся. Я говорил, что Парупада, я не еду в Японию, я еду в Корею, и они, эти две стороны, разделены хорошим пуском воды. Но все равно они не были счастливы, потому что я не делал того, чего они хотели. Я молчал, что Парупада молчал, и они еще говорили и говорили. И один из них сказал, Окей, он может ехать в Корею, но он должен выполнить обязательство, чтобы остаться там не меньше, чем на 10 лет. Они хотели быть контролирующими. Вы знаете, что сказал Парупада? Он сказал, он мой ученик. Если я захочу, он там всю службу проведет. Почему эта зависть возникает между духовными братьями даже сейчас в моем присутствии? Я видел, что эта зависть возникла после того, как мой духовный учитель Бахтитан Засарасвати такой Парупада ушел. Но почему эта зависть возникает даже сейчас в моем, когда я еще нахожусь здесь, на этой планете? Я почувствовал себя настолько защищенным. Он прошел Парупада, знал, что я его человек. В 1969 году он меня испытывал, в 1971 году он дал Санья. И потом я ездил, куда бы мне ни сказали, что Парупада. И он защищал меня. Защитил меня. И это была зависть, и оба из них пали потом. И это то, с чем мы можем иметь дело. Даже среди преданных могут быть люди, которые станут нашими врагами. Эта зависть, она очень глубоко укоренивалась. И ревность. И мужчины ревнуют друг к другу. И мужчины тоже. Из-за ложного эго. Мы должны терпеть это и продолжать дальше. И Кришна нам поможет. Мы должны быть искренними в достижении своей цели. И наша цель – это помогать человеку упаде в его миссии. Если у нас будет эта искренняя цель, то Кришна поможет нам. Мы можем страдать немного, но это ожидаемо. Проповедник всегда будет страдать. Долженство. Вопросы еще? Пожалуйста, в нашу жизнь приходят разные ситуации по закону кармы. Как понять, с чем нам нужно сражаться, когда оно приходит? А что нужно смиренно принимать? Как различать? Как понять? В нашу жизнь приходят различные ситуации по закону кармы. С какими из них мы должны сражаться? Какие смиренно принимать? Долженство. Или различные ситуации происходит в нашей жизни по закону кармы. Кого из них мы должны отражаться? И в какой ситуации мы должны сражаться? Это требует нашу разуму. Если у нас не хватает разума, то мы должны принимать наставления от того, у кого больше разума. Мы должны спрашивать садху, консультироваться с ним и гуру. Как действовать в том или ином случае. Индра был царем небес, но Бали Махарадж пришел и победил его и занял трон. Когда Индра увидел, что Бали Махарадж приближается и у него такая большая армия, он пошел своему духовному учителю Брихаспати. И Брихаспати сказал, что тебе сражаться не нужно. Он сказал, что Бали стал очень сильным благодаря служению своему гуру. И в данном случае, вот в этом случае, он просто неуязвимый. И все обитатели резиденции Индры, они замаскировались и покинули эту резиденцию. Но, с другой стороны, Кришна говорил Арджуне сражаться. И мы должны знать, когда нам нужно сражаться и когда нам нужно терпеть. Конечно, Силопаупада иногда говорил, что мы браманы и мы сражаемся с помощью своих слов. И все равно мы должны знать, когда сражаться, когда лучше промолчать. Это хороший вопрос. Еще кто-то? Я хотел вот этот вопрос. Просто почему я не риск. Я хотел бы сделать это, чтобы я просто объяснил, что моя вопроса, что у меня была в отношении, почему я задал вопрос. Эта прошлая моя вопроса, которую я вам задал. Я хочу сделать это, почему я задал вопрос. Потому что Брихаспати сказал, что почему ты задал эту вопрос? Я хочу объяснить, почему я задал эту вопрос. Как мы можем уничтожить в правильном способе пребывание к лотосу-филе Шримати Радхарани и к лотосу-филе Лорда Балараму, Лорда Нитинада. Хорошо. Я хотел прояснить этот вопрос, почему я задал. С целью, потому что я хотел прояснить, как объединить правильным образом поклонение лотосным штапам Шримати Радхарани и поклонение Лорда Балараму, чтобы в нашем сознании это как бы правильно. Потому что некоторые поклоняются Радхарани, а кто-то поклоняется Господне Тинанде и поклоняются Радхарани. Но надо как-то вот это вместе объединить правильным образом. И ответ таков, что мы это делаем раздельно. Например, некоторые мантры, они не одобрены Ачарами. Если имя Господа Баларамы и Шримати Радхарани поместить в одну мантру, то это не будет авторитетным. Еще кто-то. Спасибо вам большое. Что это следующий программ? Спасибо.